Мы это делаем просто. Что Иисус Христос пришёл и умер за грехи людей. Чтобы мы, покаявшись, имели жизнь вечную. Какой бы ты ни был, приди с покаянием. А рулетка – это Содом и Гаморра, которые Бог будет выжигать. А зачем вы здесь сидите? А затем, чтобы сказать больным людям, что есть лекарства, как выйти. А вы считаете, что я больная? Больные, которые сидят здесь, блудят, ругаются, пьют, матерятся. Это люди тяжело больные, психики свои в душе. Ну, изначально здесь, как бы... Изначально, подождите, человек изначально сам по себе больной. Знаете что, я говорю о духе... А здесь в чём-то больной. У каждого человека есть как минимум на душе какая-то рана, которая ему причиняет боль. Правильно? Правильно. Но знаете что? Мне 81-й год. 81-й. А в 23 года я сознательно принял Христа. 57 лет иду. И ни разу не было больно. Хотя больно... Я ещё не определилась, кого мне принять, а мне 28. Знаете как? Вот человек, который не верит, что бы он делал в моей ситуации? Вот представьте, я проповедую, говорю о Боге, а меня власть арестовывает, и я прохожу пять тюрем, лагерь. И я живой вышел. И благодарю Бога. Что Бог делает с человеком? Сколько людей там покаялось, преступников? Следователь обратился. Разговаривать, чтобы плохие слова у вас не были, матерные. Я с матерями не ругаюсь. Хорошо, благодарю. Мы пришли сюда, православные проповедники, чтобы людям рассказать о Христе, о Спасителе. И направить их в путь к Богу. В это место горя и разбрата, тьмы и беззакония, принести свет Христовой любви. Что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И всякому кающимися дарует прощение грехов, чтобы жить с Богом. Вот для этого мы сюда пришли. Как дела? Мои дела никому и не нужны, если Библию не считаете. Мы же по Слову Божию стараемся, чтобы люди жили. Ну, по Слову Божию тоже можно как-то... Да, дела тогда идут к Богу, если ты искренне веришься. Сходить на исповедь, посещать Церковь Святую Православную. Не смотреть на чужие грехи, а на свои. И оно все по-другому будет. Для Бога жить, это радостно. Хорошо, хорошо. Я на чужие грехи не смотрю. Я смотрю только на свои. И поэтому жизнь моя прекрасна. Вот если вы желаете узнать больше, вы только запишите два слова. И вы меня найдете сразу. Игнатий Лапкин в Скайпе. Хорошо, хорошо. Я скину ресурсы. У нас YouTube очень большой канал. Мы строим деревню православную. Да нельзя нигде пить, курить, материться, воровать. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вы живете где? Как говорите? Вы живете где? Где живете? Не совсем понятно, но... Хотите знать, где мы живем? Где вы живете? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Все данные вам. Хорошо. Что вы вообще хотите вообще? Что вас же сделаете? Что сделать? Вы правовер или вы человек, который... Знаете, знаете, человек, который немножко хотя бы разбирается, он понимает. Мы не сектанты, потому что сектанты рукой не крестятся. Мы не баптисты, потому что они безбородые. Уже сразу видно, кто мы. Мы православные. Православная, открытая церковь, которая... Хорошо, а я тогда кто? А я-то я не знаю. Я вас не знаю совсем. Я про себя сказал все. Я не спросил, как вас звать, какой возраст. Мне это не важно. Главное, что если вы поверите во Христа, жизнь ваша изменится. Изменить куда? Куда? К небу. А без Бога только в ад. Сдямо. К небу. А я думала, что это да, уже... Не надо сейчас, не надо. А зачем смеетесь? Написано, горе смеющимся ныне. Ибо вас плащите, возрыдаете. Блажены плащущие. Ну, есть в рядах много. Какая книга? Это Библия? Да. И вы ее считаете? Я нет. А почему? Я не верю в Бога. Не веришь в Бога. Это что, достоинство какое-то, как считаете? Нет. Нет. Это равнозначно. Вот человек здоровался с ним. А ты со мной не здоровайся, я безумный. Из дурдома сбежал. Ну, как авторитет поднимется? Библия говорит, 13-й Псалом говорит, сказал, безумец в сердце своем нет Бога. Он безумный. Вокруг красота Божия. А никого нет, все само по себе. А причина одна – оправдать грех. Больше ничего. То есть успокаивать свою сожженную совесть. А ничего не будет. Умру и все. Это лопух на могиле. А Господь, говорит, есть Божий суд. И всем надлежит предстать предсудилище Христово. Второе Коринфянам 5-10. А как же нет Бога? Тогда никакой справедливости не надо ожидать. Ее не будет. Ни здесь, ни за гробом. Человек неверующий, он слишком слаб, уязвлен. И поэтому у него клапан один. Или себе петлю на шею надеть. Или сделается разбойником. Воровать, пока не посадят. Сдерживающих начал-то нету. Страха нету. Вы помните, как рассуждение было? Иван Карамазов, братья Карамазовы, говорит. Если Бога нет, все позволено. Кстати, все позволено. Сдерживающих начал нет. Почему Крупская Надежда Константина говорила? Религия узда для масс. Она это знала, когда вещалась в Владимире Лещён церкви. Вот какие дела-то. И поэтому не верить в Бога, это лучше бы не родиться. Участь неверующая в огне с сатаной вместе. Это всё и совесть говорит, и не только Библия говорит. Это книги других религий говорят об этом. Человек безумствующий, он тоже получит наказание. И да, это в этой книге также написано. Неверующий ничего не сдерживает. Нет веры, значит, Сталин рождается. Нет веры, Гитлер рождается. Миллионы жертв. Этой разницы нет. Только что речь идёт о том, сколько и когда. И самое страшное – это смерть. А для верующих, он знает, все мы умрём. Для Бога живу. Во христе, кто будет веровать, не умирает. Он просто переходит с одной стадии в другую. Бог открывает ему это. Вот что в стране делается? Недовольные идут, плакаты машут. Это ничего не даст. Надо молиться. Молиться, вопия к Господу. И Господь усмотрит и устроит. Известен такой в Греции случай был. Один праведник молился в пустыне. А случай такой был. Был очень хороший император, царь, по-нашему сказать, Маврики. В народе жили свободно, как при царе Николая. Но полковник поднял власть, Фока звать его. И его поддержали, захватил власть. И он казнил царя, жену, детей. Всё, как Ленин сделал. Всё царское семейство выжиг. И в стране такие драконовские законы, раскулачивания. 1937 год. Репрессии непрерывно. Голодомор устроили. 12 миллионов сразу погибло людей. А праведник в пустыне слышит это и молится. Господи, да за что, за какие грехи такого дал правителя? А Господь ответил. Долго я искал правителя по грехам народа и хуже этого не нашёл. А ты больше никогда об этом не спрашивай. Вот поэтому нам такие правители даются. И войны, и щума, и холера, и бобон. Всё здесь. А когда живут по Богу, тогда всё это мимо проходит. Вот какое дело-то. Без Бога не до порога. Откуда эта пословица? Она из жизни взята. Бога нет, ты можешь изменять жене. Жена тебе. Ничего нету. Раз Бога-то нету. Вообще ничего нету. Все друг против друга. Вот там что-то делали, насиловать. Мальчишку сказали, Равиль Жамсудинов. Забайкальский округ-то. Он их восемь человек сразу перестрелял всех. И там ранил ещё больше десятка. Мальчишка. Всё, изнасиловали? Они сказали, в эту ночь тебя насиловать будем. Я привёз такое сокровище. У нас книга такая. И тут говорит, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания, чтобы Господь сохранил. У вас кто старший-то дома есть? Да. Ну, пускай кто подойдёт, тогда поговорим. А так как-то с вами неудобно с одними. Православные христиане, рассказываем вам о Иисусе Христе, о вечной жизни. Веруешь вечно, что можно жить? Ручку съел. Грозок небо и съел. Парнишка такой устал, расслабился лежать, всё не может. Господь наш. От погибели спасло. Меня милость Божия В день отчаяния нашла. Меня милость Божия То, что я ещё живу То, что Господу служу Это милость Божия Это милость Божия Мир тебе во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Веруешь в Бога? Да. Ты кто по национальности-то? Алтаец. Алтаец? Учёный, это, читал Новый Завет? Нет. Я последний раз Библию читал в детстве. Да, Библию в детстве, это очень сложно понять её, конечно. Ну да. Для меня это был набор букв, но я понимал, что читаю. Ага, вот это очень правильно. А ты в церковь не ходишь, нет? Нет. Нет? А там вот у вас сейчас, ты там не у себя, не на Алтае? Нет, я в Москве. А, в Москве. А то на Алтае там я смотрю, там шаманство начинает развиваться и так далее. Ну это как бы... У нас вообще алтайцы, у них вера язычники. Да, языческая. Ну вот шаманы там, духов, предков там почитали. Да, да, природа верит. Природа ещё, да. Да, ну и есть много сторонников Господа, есть много сторонников Будды. То есть религии, ну, каждый выбирает свою религию. Сам выбирает то, что видит. Ну а это, я тебе хочу сказать, что религия-то одна, это не секрет. Почему? Потому что только христианство даёт до конца путь, прослеживает человека до конца, ещё дальше. До гроба, а потом у всех обрывается после гроба, там непонятно ничего. А христианство дальше показывает загробная жизнь. Почему? Потому что Христос пришёл, а это Бог, Он, это Сын Божий, второе лицо Троицы, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Один Бог в трёх лицах. И Господь пришёл на землю, показал, как прожить эту жизнь, дал нам заповеди и оставил повеление, что если мы точно так же проживём её, вместе с ним будем сейчас на небе живые. А вы так живёте? Начальник жизни, ну, конечно, стараемся жить. Ну, у нас и батюшка есть, и священник, если мы согрешили вдруг, то исповедуемся пред Господом. Господь очищает нас от всякого греха, написано. Если мы, конечно, искренне каемся в этом. А мы каемся искренне. И продолжаем дальше жить.